Конечно, каждый человек хотел бы управлять своей жизнью, а не быть щепкой, которую река несет, куда сама знает. Но многие православные управляют своей жизнью неправильно. И сейчас я коротко поговорю, в чем именно заключается одна из ошибок. А вообще управление своей жизнью состоит из двух частей. Одна часть, более внешняя, это принятие решений и действия. Например, действие такое, как учеба, это длительное, очень тяжелое действие. Или работа. От того, как мы работаем, как мы учимся, многое зависит от нашей жизни. От того, как мы ведем себя в семье, очень многое зависит. А мы в состоянии управлять как минимум своими внешними действиями. Как мы разговариваем с женой или с мужем. Вторая часть, это управление своими мыслями и чувствами. Ворьба с страстями. Казалось бы, эта вещь такая более, менее значительная, да? Но она, конечно же, на самом деле влияет не меньше, чем та первая часть. Потому что, как мы знаем, Господь нас учит именно на этом. Об этом заботится. А все прочее приложится вам. То есть, если мы свое сердце движем к любви, к миру, к радости, то и наша жизнь волей-неволей складывается лучше, чем когда мы жили в страстях и в различных страданиях, которые являются неизбежным плодом страстей. И в чем же заключается эта самая распространенная ошибка православных? Да в том, что они с вторым, с вами мыслями и чувствами, управляют очень мало. А вот первым пытаются рулить так, как будто они боги. Но что касается второго, понятно, да? Для того, чтобы управлять своими мыслями и чувствами, нужно как минимум почитать своих святых отцов, изучить законы духовной борьбы и им следовать. А также желательно, конечно, еще и изучить свои психологические проблемы. Если они есть, то ими тоже заняться. Там тоже есть какие-то важные, ценные инструменты работы с своими мыслями и чувствами. Хотя, конечно, в православии гораздо больше. Зато вот в первом плане, в плане своей жизни, люди зачастую живут так, даже верующие, как будто все в их власти. А бог – это не бог, а какой-то служебный джинн, служебный дух, да? Как вот джинн в сказке про Алладина. То есть я решил, что я буду делать. Дальше я буду просить бога, чтобы он мне это осуществил. Хотя, как мы знаем, нормальная православная позиция, в принципе, даже и в исламе то же самое, да? То есть такое слово там «иншаллах», да, как Богу будет угодно. То есть искать воли Божией. Искать того, чтобы не по-нашему было, а по-божьему. И вот что при этом происходит, да? То есть вот человек живет так вот, борется с Богом, старается склонить его к своим решениям. Шатка, не валка, там что-то более-менее что-то получается. Но он спотыкается о такие ситуации, которые ну совсем не в его власти, да? Такие, например, как о его здоровье. Понятно, да, что мы можем заботиться о своем здоровье и должны о нем заботиться. Можем не заботиться. Но даже если мы заботимся, это не дает никакой гарантии от каких-то тяжелых заболеваний или каких-то травм, аварий. Или, допустим, рождение детей. Допустим, у пары все хорошо, но не получается родить детей. Они долго лечатся, изучают, что у кого там источник проблемы, у кого из них. Допустим, выясняют, что там у женщины. Принимают решение пойти через ЭКО. Ну, как люди верующие, они договариваются с врачами, чтобы у них не было никаких вот этих вот убитых зародышей. То есть, чтобы все зародыши так или иначе пошли в дело. Вроде бы все на мази. То есть, мы все правильно делаем. Мы люди церковные. Врачи сказали, что все будет хорошо. Зародыши получились, так сказать, благополучно. И мы, так как мы знаем, что нам нужно, мы молимся, просим у Бога, чтобы было то, чего мы хотим. Но вдруг это почему-то не получается. И вот бывает так, что, нередко бывает так, что в такой или в подобных ситуациях у человека возникает ропот на Бога. Как? Ты не исполнил то, чего я хочу. Я же тебе молилась или молился. Почему же не получил? Значит, ты злой, жестокий. Да нет, он не злой, не жестокий. Просто это, очевидно, было тебе в данный момент неполезно. Особенно с таким твоим настроем. Да, что ты сама все решила, а Бог только должен исполнить твое желание. И вот что происходит в этот момент? Вот именно это главное, о чем я хотел поговорить в этом видео. Потому что человек приходит в какое-то состояние растерянности, а порой и более тяжелое состояние, из-за того, что у него возникло понимание или ощущение, что он не управляет своей жизнью. Он понимает свое бессилие. И вот таких вот не совсем правильных православных это очень сильно беспокоит, потому что они, вот эти люди и эта их ошибка, они слишком уверенно пытались контролировать саму свою жизнь. Да, первый фактор. И вот это вот чувство потери контроля, потери власти над своей жизнью, оно очень неприятное. Оно их делает какими-то тревожными, все становится страшно, непонятно, что будет дальше. И они стараются как можно скорее вернуться к той или иной форме контроля над своей жизнью. Там некоторые совсем далекие от церкви могут к магам пойти, чтобы они там все поправили им, к психологам, еще куда-то. Лишь бы только вернуть себе чувство, что я управляю своей жизнью. Я вот, может быть, немножко скорректирую свое направление, но я все-таки буду идти туда, куда я хочу. А это, как правило, тот самый человек, который вторым способом управления своей жизнью не занимается, или почти не занимается. Он не умеет управлять своими мыслями и чувствами. И вот в этот момент, когда по их ощущениям Бог их подвел, на них начинается со стороны бесов навал этих самых мыслей против Бога, что Бог злой, или, допустим, что я недостоин помощи Божией. То есть разные могут быть формы. Бесы избирают ту форму мыслей, которая подходит для этого конкретного человека. А так как человек этот не умеет регулировать свое состояние внутреннее, то есть как раз не умеет бороться с этими помыслами, то он оказывается в такой ситуации, когда его могут завести куда-то не туда. И что же такому человеку нужно сделать в первом плане, в плане отношения между тобой и жизнью на уровне ее контроля внешнего. А нужно на самом деле не убегать от этой ситуации, да не убегать от этого ощущения своего бессилия. Потому что все святые отцы говорят о том, что для человека нормально, для человека благо. Чувствовать, что мы бессильны без Бога. И именно это является условием передачи нашей жизни в волю Божию. Передача нашей жизни – это не одномоментный, разумеется, процесс, что мы отдали и все. Да, это мы делаем в нашей жизни много-много раз. Но вот это состояние, когда мы ощутили свое бессилие и отдаем Богу решение вот этой конкретной ситуации, в которой мы потерпели неудачу, потому что он лучше знает, как нам лучше, и он желает нам блага, и он способен это благо осуществить. То есть то благо или это благо, он сам знает, какой именно выход из этой ситуации для нас является благом. Да, то есть вот очень важный момент, ради которого я записываю это видео. Если вы сейчас находитесь в подобных ситуациях, или вы помните, что в последнее время у вас были подобные ситуации, не спешите возвращать в себе ложное чувство контроля. Все равно оно ложное, все равно вы не можете решать все, вопрос в своей жизни. Многое зависит от Бога. И не нужно этого бояться. Если нам страшно доверить решение какого-то важного вопроса волю Божию, это тоже полезное открытие, что оказывается я не доверяю Богу. И это тоже повод дополнительной работы над собой. Работа по повышению своего самопринятия, работа по чтению Евангелия регулярного, для того, чтобы доверять Богу и видеть его любящим и милостивым. Подводя итоги и рисуя картину в целом, какую систему контроля над своей жизнью, управление собой, я считаю правильной. Второй пункт управления своими мыслями и чувствами необходимо освоить в максимальной степени. И тогда вам никогда не будет плохо. Даже если у вас есть психологические проблемы, которые продуцируют те или иные неприятные состояния, страсти у вас есть, которые продуцируют что-то, владея этой системой, вы всегда сможете ловить себя на этих негативных ощущениях, понимать их духовную или психологическую причину и достаточно быстро устранять эти проблемы. А вот что касается управления своей жизнью, здесь нужно разделять, что зависит от меня, что не зависит. От меня зависит поработать. Я поработаю. От меня зависит не идти в сторону какую-то негативную, не совершать каких-то ошибок, не изменять жене, допустим. Я не буду изменять жене. Но наше влияние на свою жизнь имеет пределы. И надо понимать, что в моей власти что-то там делать, но я должен понимать, что все равно значительная часть этого управления жизнью, этого влияния на мой путь принадлежит все-таки Богу. И много решать Ему. Заболею я, тяжелая болезнь, не заболею, паду в аварию, не паду в аварию. Родится у меня ребенок, не родится у меня ребенок. Нужно понимать, где мы должны упираться и прилагать свои силы. А где мы должны полностью отпустить и сказать на все воля Божия. А вот проблемы возникают тогда, когда люди все путают. Там, где надо отдавать Богу, они упираются, а там, где надо делать, они прохлаждаются. Субтитры создавал DimaTorzok